Друзья, всем привет! У нас снова сегодня поиск. Выбрался я на коп. Время без 15.7 утра. Октябрь. Уже прохладно по утрам. Но ничего, как раз то время, когда расцветает коп. Сейчас трава будет садиться, желтеть, усыхать. Катушкой будет металлоскателем легко проходить. Так что начинается наше время. Ну а мы сегодня продолжаем на перспективном месте. Ищем золотые червонцы. Правильно, огород. Не могу оставить это место. Судя по рассказам, все-таки здесь было золото. Пойдемте искать. Будем искать сегодня, впрочем, как и весь этот сезон, металлоискателем от фирмы MyLab XTERRA ELITE. Лопата FISCARS. Абсолютно идеальный вариант для копа. Ну и пинпоинтер. Незаменимый помощник. Тоже, кстати, от фирмы MyLab. Вперед! Остался совсем небольшой участок здесь. Я уже ходил здесь. Червонцы не нашел. Ну, надеюсь, где-то здесь, на этом участке они были потеряны, утрачены. Вообще, надежда умирает последней. Правильно? Я всегда говорил и говорю, кто ищет, тот обязательно найдет. Рано или поздно это случится. Будем искать на 15 кГц. Мне что-то больше это понравилось. Отстроимся от помех. Ну, в принципе, я здесь прокачивать не буду. Я здесь и ходил. Погнали! Погнали! Но первый более-менее достойный сигнал. Ну, уже стал черным. Видите? Это ржавая... Ржавчина так дает. Под землей... Под землей лежит, пипикает. Сейчас мы включим все металлы. Вот она. отзывается на все металлы. Ну, давайте уже раз начал копать. А тут что-то большое. Вот, по-моему, да. Смотрите, какой гвоздь. Смотрите, какой гвоздяр. Кованый гвоздь огромных размеров. Он согнутый, как моя ладонь. А если разогнуть... Сила. Так, первый сигнал. Старый, кованый гвоздь. Ямы закапываем. Не забываем про это. Я меньше стал говорить про ямки, чтобы закапывали. Это не означает, чтобы... Что их не нужно закапывать. Где бы вы ни были, яма должна быть закопанной. 32, ну, снова такой спорный сигнал. Сейчас посмотрим. Выкопали. Давайте посмотрим. У нас есть помощник. Незаменимый. Для кладоискателя это... Это пинпоинтер. О! Волнующий момент. Гвоздик, но только поменьше. Пинпоинтер вообще незаменимая вещь. Особенно, если искать где-то на чердаках, в таких труднодоступных местах для металлоискателя. Пинпоинтером класс. Я им даже проводку ищу дома. Ну, это если нет железобетонных стен, конечно. А так классный аппарат. Тем более, вот этот пинпоинтер сейчас покажу от фирмы Майлаб. Он идет профинт, профайнт, я точно не могу как он правильно называется. Так он идет с дискриминацией. То есть на черный металл он реагирует по-другому. Такие прорывистые сигналы на цветной сплошной сигнал. Очень удобно, между прочим. Ну, явная чернина. И снова черный сигнал. Ну, бывает такое. Вообще рекомендуют. И я рекомендую копать на всех сигналах. Естественно, просто на всех сигналах не хватает силы воли на это дело. И еще не выкопали. Что ж такое, что сегодня за сигналы. Хорошо, что земля мягкая такая, как песок. Ничего себе. Вот только что отстроился от грунта. Легким нажатием на кнопку. Да что ж это такое? Вот это, наверное, золотой червоницей есть. С одной стороны... А, вот она. Золотой червоницей. Вот так звучит черный металл. Железка какая-то. Немножко в стороне была, промазал на сантиметр. И пришлось яму в два раза больше рыть. Но... Ладно, место физзарядки будет. Отключу я, пожалуй, черный металл. Будем их игнорировать, потому что... черный тоже. Потому что, я так понял, здесь хватает его. Ну, так себе сигначик. 32, 40, прыгает. Уже 47, 50. Окончательно 44, 42. Ну, главное, что не бьет в чернину. Да-да. кусочек метеорита. Оплавок какой-то. Нашлайнер하다. Окончательно. Субтитры Окончательно. Окончина. Нашлайнерамоноск дошкан. Дашлайнерамоноск 47 на мониторе терки и сигнал не поменялся вот он волнующий вот она монета 5 копеек советский союз 82 год 1982 года и так через два года после олимпиады выпустили монетка первая за сегодня продолжаем вот если были в поле можно было так вокруг походить может быть рассыпуха а в огороде где трактор постоянно переворачивать это все сами понимаете какие могут быть рассыпухи что-то здесь совсем много металла высокий сигнал но подозрительный если честно вот о чем я и говорил ржавые металл ржавые рядом получше может из-за этого и такой сигнал был мы даже его выкопали давайте посмотрим монета пятак друзья вы не поверите 5 копеек 61 год на этот раз пятачок еще один два пятака кстати вот я уже развернулся обратно где же ямка ту что я пятак нашел ну в общем где-то здесь вот в этом районе пятак нашел один первый а вот второй немножко метра полтора наверно два от первого два пятака два пятака эх если бы эти пятаки были старее бы так лет на сто а то и больше тридцать семь тридцать восемь на мониторе ну показано показано что уже вообще близко пинпоинтером это быстрее найдем ну 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 был был же сигнал все ладошки вот такой кусочек какого-то металла ну скорее всего не ржавейка так поэтому такой цветной сигнал пойдемте дальше ну и и и и и и и и 81 высочайший сигнал 86 Не хочу раньше времени радоваться, потому что может быть и ржавый металл, но сигнал высокий. Металл не ржавый, а просто цветной. Да, а уже так сердце ёкнул, думал, ух, вот эта монета будет красивая, большая, серебряная Екатерина. Субтитры сделал DimaTorzok 57-59 показывает металлоискатель. О, знаете, что это такое? Это гребешок старый. Кусочек старого гребешка. Ну, сейчас закончим поиск. На хорошую камеру вам покажу. Вещь, конечно, не ценная, но просто когда берешь руки и понимаешь, что какая-то красавица им расчесывала волосы. Этой красавицы, наверное, уже и в живых нет, то понимаешь, какой все-таки это старинный предмет. Но это не совсем старинный, но тем не менее. Вот, проходил. Лопатой чертёж делал. И как раз металлоискателем не достал. Буквально 10 сантиметров прошел мимо. Если бы не было начерчено, если бы не было вот этой черты от лопаты, может быть, взял бы правее. Я уже вижу. Алюминиевая проволока. Взял бы правее и не нашел бы. Ладно, алюминиевая проволока, а если бы... А если бы золотой червонец? Тогда бы что? Ну, я бы об этом не узнал бы, конечно, что он там лежит. Ну, все равно как-то, да? Вот так и бывает. Проходишь в 10 сантиметрах. Ты этого не знаешь, а он там лежит. Заканчивается поиск. Все. Сейчас еще немного опустится трава. Станет мягкой такой. И пойдем уже по серьезным местам. А пока трава еще не совсем опустилась. Тут такой участок без травы. а вообще смотрите, сколько ее если выходить, переходить куда-нибудь тут здесь ее очень много еще. Хотя тоже уже и можно, конечно. Пойдем. Но это будет в следующем ролике. В следующем поиске. Итак, что нам принес сегодняшний поиск? Гвоздь. Ну, я бы сказал двухсотка, наверное. Сантиметров 20, не меньше. Старый. Обломки царской кареты или метеорита. Ну и уйти от позора все-таки хоть более-менее. Старый кусочек гребешка и два пятака. Один восемьдесят второго года, а один шестьдесят первого. И в этот раз остались мы без золота. Я вообще, если честно, я уже рассказывал об этом. Никогда не находил золотые монеты. Но мы ищем. А кто ищет, тот обязательно найдет. Рано или поздно все равно найдет. И мы найдем с вами. Так что подписывайтесь, смотрите, комментируйте. В соцсетях делитесь этим роликом. Всем добра, здоровья и самое главное мира. Остальное либо найдем, либо купим. Надолго не прощаюсь. Пока. Подпишись вот сюда. На вот это. Позови меня степь, позови меня поле, позови меня лес и крутой бережок. Я рожден, чтобы жить, словно птица на воде, обнимая прибор. Печа хабар вышел.